Вывод ныльмы из Красной книги. Этот вопрос стал основным на территориальном рыбохозяйственном совете. На благоустройство поселений в регионе подвели итоги конкурса грантов в рамках инициативного бюджетирования. Масштабная спецоперация развернулась в 10 километрах от Нарьинмара. Там ликвидировали последствия условной авиакатастрофы. Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Ирина Цепетова. Актуальные вопросы из отрасли рыболовства обсуждались сегодня на заседании территориального рыбохозяйственного совета. Участие в нем приняли представители рыболовецких колхозов, семейно-родовых общин КМНС, общественных объединений и рыбаков-промышленников. О том, какие вопросы обсуждались на совете, расскажет Ирина Нижалова. Первый вопрос в повестке заседания территориального совета – вывод ныльмы из Красной книги. Представители отраслевого сообщества убеждены – этого вида рыбы в водоемах стало слишком много. Если раньше, допустим, мы когда рыбачили в Калорийской губе, то она была местами, допустим, где-то сик, где-то сик, где-то сик, где-то сик, где-то сик. Несмотря на то, что количество ныльмы в водоемах увеличилось, вылавливать ее по-прежнему нельзя. Рыба занесена в Красную книгу. А это значит, что рыбаки, в сети которых попалась ныльма, автоматически подпадают под разряд нарушителей природоохранного законодательства. Были направлены в субъекты Архангельской области и Комереспублики обращения поддержки нашей инициативы в ведении Красной книги. И такое же обращение было направлено и в рыбохозяйственную науку. Для того, чтобы исключить ныльму из Красной книги, потребуется убедительное биологическое обоснование. По словам Сергея Гашева, на исследование данного вида рыбы потребуется 6 лет. Именно столько времени составляет жизненный цикл ныльмы. Такой срок, считают рыболовы, слишком велик. И нужно найти другие варианты. Один из них предоставит ученым уже существующие исследовательские данные. Глава региона Игорь Кошин поручил профильному окружному департаменту в ближайшее время провести переговоры с рыбохозяйственной наукой. Проводите в ближайшее время с ними переговоры. Обратите внимание о том, о чем говорят рыбаки, на данные, которые из заповедника. И вполне возможно, что что-то можно будет взять, чтобы сократить срок. Потому что мы же можем уйти и на 6 лет, можем на 2 года уйти. Потому что если там данные какие-то есть, пусть они их используют. Вот, хорошо. И предусматривайте средства. Второй вопрос повестки дня – строительство на территории округа первого рыборазводного завода. Ненецкий округ на сегодня является единственным субъектом СЗФО, в котором полностью отсутствует аквакультура. Как пояснили в профильном департаменте, в последние годы произошло сильное снижение запаса сиговых. Из промысла практически исчезли чир и омуль. В связи с антропогенным воздействием уровень естественного воспроизводства сиговых рыб уже не обеспечивает их былую численность в 50-60-х годах. Промысел сиговых в Велике Печорих в 50-е годы велся круглый год. Их вылов достигал порядка 700 тонн на то время. Сейчас нам наука дает сиговых вместе с рябушкой всего лишь 50 тонн. Чтобы восполнить запасы рыбы в водоемах, департамент предлагает построить на территории региона инкубационный цех по выращиванию личинки. В 80-х годах, в 90-х, такая практика была в селе Коткино. То есть сула выращивала личинку переди, выпускала, зарубляла там свои водоемы, причем в таких больших количествах. Профильный департамент предложил предусмотреть в бюджете округа средства на разработку проекта по строительству рыборазводного цеха, а непосредственно само строительство осуществлять на условиях государственно-частного партнерства. Участники заседания совета идею строительства инкубационного цеха поддержали. До 15 сентября Центру развития бизнеса совместно с профильным департаментом поручено проработать механизм проектирования и строительства объекта, а также определить оператора. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Благоустройство малой родины на средства гранта. В окружной столице подвели итоги конкурса среди муниципальных образований в рамках инициативного бюджетирования. Грант позволяет обустроить парки и скверы, построить детские и спортивные площадки, провести озеленение, восстановить тротуары и освещение или привести в порядок другие значимые территории. Всего в конкурсе в рамках инициативного бюджетирования участвовали 16 проектов из 10 поселений. О победителях расскажет Любовь Пермякова. 16 проектов от 10 муниципальных образований боролись за право получить средства на благоустройство сельских поселений. Какую именно территорию нужно привести в порядок, решали сами жители. Особенность этих проектов это привлечение населения и их прямое участие граждан в реализации этих проектов. В этом самый эффект, потому что граждане вкладывают деньги и потом сами контролируют качество работ и потом сами смотрят за эксплуатацией этих объектов, которые благодаря их же труду возникают у нас на территориях населенных пунктов. Кроме личного участия граждан в разработке проекта и его дальнейшей реализации при оценке конкурсантов комиссия учитывала объем вложенных средств из местного бюджета, он должен был составлять не менее 10%. Приветствовалось и участие предпринимателей. В итоге финансирование в зависимости от набранных баллов получили городское муниципальное образование и пять сельских поселений. В число победителей вошел и Приморско-Куйский сельсовет. Мы выходили с двумя проектами. Это благоустройство территории общественно-делового центра улица Новая, дом 5. И второе – это устройство пешеходных дорожек поселка Красная. То есть цель была состыковать все социальные здания пешей доступностью. То есть по одному проекту у нас не благоустройство общественную территорию, но он небольшой, там порядка 300 тысяч. Это устройство декоративного ограждения, красивого вида планируем до 1 ноября работы выполнить. А все, что касается пешеходных дорожек, то есть в этом году и часть уйдет в следующий год. Всего на реализации этих двух проектов Приморско-Куйский сельсовет получит более 1 миллиона рублей. Благоустроит свою территорию в этом году и Пешский сельсовет. Получили денежки на благоустройство ограды, на замену ограды на кладбище на месте захоронения в селе Нижняя Пеша и установку, то есть замену деревянной ограды на железную у памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Нижняя Пеша. Всего на замену ограждений Пешский сельсовет получит грант в размере более 800 тысяч рублей. Еще один сельсовет, Хоседохарский, порадует своих самых маленьких жителей. Детская площадка «Дворик детства» скоро появится в поселке Харута. Также благодаря окружной поддержке в центре села Великовисочного обустроят парковую зону отдыха с беседкой, скамейками и тротуарной плиткой. В целом по округу благоустроят более 10 территорий, за которыми впоследствии будут ухаживать сами граждане. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Масштабная спецоперация развернулась в 10 километрах от Нарьинмара. Там ликвидировали последствия условной авиакатастрофы. По легенде, недалеко от окружной столицы рухнул вертолет. Есть пострадавшие. В учениях задействовали сразу несколько экстренных служб. Весь личный состав Нарьинмарской региональной поисково-спасательной базы Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра Росавиации. Сотрудники регионального МЧС, а также специалисты поисково-спасательной базы Службы Неницкого округа и Медицинных катастроф. За комплексной тренировкой наблюдала моя коллега Алина Ваучейская. И вот ее репортаж. Все случилось около 9 утра. Пассажирский вертолет выполнял плановый рейс из Харивера. Во время полета у винтокрылой машины отказал второй двигатель. Экипаж сообщил о неполадках на борту. И почти сразу после этого «восьмерка» пропала с радаров. Такова легенда учений. На поиски пропавшего воздушного судна отправился еще один вертолет. Спустя несколько минут пилотам удалось обнаружить место крушения. Условная катастрофа произошла в 10 километрах от окружной столицы. Местности покрытые кустарником. Карликовой березой высотой до 3 метров. Хвойными деревьями высотой до 10-15 метров. В 100 метрах на западе находится болото. Буду десантировать группу СПДГ, потому что приземлиться невозможно. Первым на землю спускается старший группы. Он же принимает с воздушного судна груз с необходимыми медикаментами, оборудованием и инвентарем. Сразу после высаживаются еще два десантника. Это сотрудники Наринмарской региональной поисково-спасательной базы. Они же главные специалисты при устранении последствий авиационных происшествий. На месте условного крушения 10 выживших, которые нуждаются в экстренной помощи. Поэтому в составе группы десантируется медик. Здесь ему нужно в кратчайшие сроки произвести так называемую сортировку пострадавших по степени тяжести. Осмотрев место катастрофы, спасатель обнаруживает двух человек в бессознательном состоянии. У обоих закрытые черепно-мозговые травмы и множественные переломы. После проведения необходимой иммобилизации тяжелобольных врач отправляется к тем, кто в сознании. Для этих пострадавших главное оказать не только первую медицинскую, но и психологическую помощь. Все, можно лечь, можно съесть. Ничего страшного. Ждем эвакуации. И пока медик ведет постоянное наблюдение за пострадавшими, на место условной катастрофы десантируется еще одна резервная группа бойцов регионального подразделения Росавиации, а также специалисты поисково-спасательной службы. На землю с высоты 15 метров парашютно-десантная группа спускается при помощи специальных тросов. Именно этим бойцам предстоит выполнить одну из самых сложных задач учений – эвакуировать пострадавших. Все, кто по легенде учений получил самые тяжелые травмы, эвакуируют в первую очередь. На борт вертолета носилки с пострадавшими поднимают с помощью лебедки. Операция осложняется тем, что вертолет находится в так называемом режиме весения. Поэтому здесь многое зависит не только от спасателей, но и от пилотов. Когда тяжелые пострадавшие на борту, вертолет направляется в аэропорт на Ринмара, где уже дежурит бригада медицины катастроф. Такая масштабная комплексная тренировка по ликвидации авиационного происшествия в Ненецком округе проводится впервые. В этих учениях задействованы различные силы, скажем так, и от МЧС России, от поисково-спасательной службы округа. Ну и, естественно, основными здесь являются ребята-спасатели Росавиации, которые предназначены, в принципе, для ликвидации вот таких вот крупномасштабных происшествий. Собственно говоря, главные действующие лица учений – это весь личный состав Таринмарской региональной поисково-спасательной базы – с заданием справились. И справились достойно. Во многом благодаря ежемесячным тренировкам по десантированию. Ребята отрабатывают спуски, технику спусков. Также отрабатываем оказание первой помощи пострадавшим на месте учебного авиационного происшествия. Оценка на сегодняшний день хорошая. Ребята сработали отлично. Впереди общий разбор полетов. Важно понять, насколько слаженно сработали все участники комплексной тренировки. Ведь как раз от этого фактора зачастую зависит исход, пусть даже условного происшествия. Алина Ваучейская, Александр Дуркин и Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север». В воскресенье 27 августа все регионы страны станут участниками акции «Ночь кино». Жители Нинецкого округа ждут на просмотр фильмов и мультфильмов на Дворце культуры Арктика. Новые возможности в Наринмаре на телестроительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Бассейн на шесть дорожек, универсальный игровой зал с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня и размещения до 400 болельщиков, а также фитнес-центр. Все это физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Старый аэропорт в Наринмаре. Его строительство уже началось. Сегодня подрядчик забил первую сваю. Заказчиком строительства выступает унитарная некоммерческая организация «Фонд социально-экономических программ Нинецкого автономного округа». Она была создана акционерным обществом «Нинецкая нефтяная компания» в июне 2015 года для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов на территории региона. Контракт на строительство стоимостью более 1 миллиарда рублей подписан с Печоры Девелопмент. Об этом в интервью телеканалу «Север» рассказал директор фонда Дмитрий Соколов. Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят в микрорайоне Старый аэропорт по адресу улица Светлая. Площадь застройки составляет 4700 квадратных метров. Срок сдачи их запланирован на 4 квартал 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию спортивный объект будет безвозмездно передан в собственность Нинецкого округа. Масштабный физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Наринмаре на средства благотворительных пожертвований. Средства, ну скажем так, жертвования или благотворительная помощь осуществляется структурами негосударственными. И он строится не на федеральные, и не на муниципальные, и не на окружные деньги. Вот, на сегодняшний день самым главным инвестором, ну скажем так, жертвователем, да, является Лукойл. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет разделено на три функциональных части. В центральной части комплекса будут расположены фитнес-центр и универсальный игровой зал. В последнем будет возможно проведение соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и иным игровым видам спорта. Кроме того, универсальный зал оборудуют трибунами на 400 мест, и он будет рассчитан на проведение соревнований по мини-футболу всероссийского уровня по регламенту Ассоциации мини-футбола России. Особое место в спортивном сооружении займет водный комплекс. Он предусматривает бассейн с ванной 25 на 15 метров, подготовительный зал и трибуны на 200 мест. О том, что городу нужен дополнительный спортивный объект, и тем более бассейн, и понаслышке знает директор спорткомплекса «Норд» Игорь Соколов. Сегодня Нордовский бассейн единственный на весь Наринмар и поселок Искатели, и вместить всех желающих он попросту не может. У нас одна единственная проблема. Люди просто не помещаются в плавательный бассейн, если простыми словами. То есть мы вынуждены будем в очередной раз кому-то отказывать в посещении. То есть настолько плотная загрузка плавательного бассейна. Это с 6 утра до 11 вечера и взрослые, и дети, учебные группы, абонементные группы. Если мы увеличиваем время для детей, которые в учебных группах, у нас получается страдает население, которое ходит на платной основе. Приходится все время балансировать. Всего лишь 3 штатных дорожки, и то они не до конца нормативные, то есть узкие. Поэтому вот то, что будет новый ФОК с плавательным бассейном, где будет 6 дорожек, ну это разгрузит это безусловно. И он нужен уже с точки зрения плавательного бассейна уже очень и очень давно. Существующие мощности Норда загружены до отказа. И речь не только о бассейне, но и универсальных залах. Поэтому руководство спорткомплекса расширяет свою территорию. Позади здания сегодня идет возведение металлоконструкции будущего теннисного корта. Он будет рассчитан на два теннисных поля с покрытием хард. Это полторы тысячи метров игровой площади. И использовать ее можно будет для любого вида спорта, не только для тенниса, отметил Игорь Соколов. С возведением дополнительных мощностей в Норде, а затем вводом в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса, возможности заниматься спортом у жителей станет намного больше. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В воскресенье 27 августа все регионы страны станут участниками акции «Ночь кино». Фильмы для массовых показов выбирали сами россияне. Жители НАО, как и все участники акции по стране, смогут посмотреть бесплатно три картины. «Кухня. Последняя битва», «Время первых» и «28 панфиловцев». Детский репертуар «Ночи кино» будет представлен отечественным мультфильмом «Снежная королева 3. Огонь и лед». Всероссийская акция в столице региона начнется с игрового выступления театра-студии «Рада». Оно пройдет в фойе первого этажа Дворца культуры Арктика. В 16.00 откроют кино-марафон с мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед» с любимыми героями Каем и Гердой. Взрослая программа начнется в 17.45 с фильма «28 панфиловцев». Картина расскажет о событиях осени 41-го года. В 19.40 на большом экране начнется показ фильма «Время первых» о советском космонавте и легендарном покорителе открытого космоса. Закроется ночь кино, комедии «Кухня. Последняя битва». Начало фильма в 22.15. Всех киноманов Нарин Мара ждут в концертном зале Дворца культуры Арктика. Вход свободный. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.